Всем добрый день! Сегодня у нас продуктовый вебинар, и сегодня мы поговорим об уходе за ногтями с помощью средств с компанией «Рифм». Вы наверняка слышали французскую поговорку, утверждающую, что руки женщины – это визитная карточка ее. Но не только руки, но еще и уходы ногтями также включают эту визитную карточку. Ухаживать за ногтями можно по-разному. Просто обрезать их, подпилить – это одно, а превратить процедуру маникюра в особый ритуал, выполнение которой сопровождается релаксацией, приятными ощущениями – это совсем другое. Такие сеансы подарят не только полноценный отдых, но и удовлетворение от восхищения красивыми ручками с идеальными ухоженными ногтями. Выполненный самостоятельный маникюр может быть как обрезным и необрезным. В обрезном маникюре кутикулы удаляются ножницами. В необрезном, еще по-другому называется, европейском, она просто отодвигается от ногтевой пластины, а пульсиновые палочки. Необрезной маникюр можно рекомендовать практически всем. Из-за быстроты действий это детям, мужчинам, ну и тем людям, кто страдает с сахарным диабетом, потому что может быть воспаление при обрезном, что им очень противопоказано. Как выполнять европейский маникюр? Ну, сначала с помощью пилочки нужно придать ногтям форму. Сначала нужно правильно подобрать пилку. Как ее подбирать? Если у вас крепкие, здоровые ногти, то пилка может быть на металлической основе. А если у вас хрупкие ногти, которые еще и слоятся, то пилка должна быть стеклянной. Ну, а вообще специалисты все-таки рекомендуют использовать пилочки на резиновой и картонной основе, которых очень много у нас в компании РПМ. Ногти следует подпиливать в сухом состоянии, в противном случае ногтевые пластины будут расслабиваться, и движения при подпиливании должны быть выполнены в одном направлении. Зачастую ногтям придают овальную форму, но если у вас длинные и худые ногти, то попробуйте придать ногтям квадратную форму, что немножко их будет укорачивать и придавать другой немножко вид. Кстати, специалисты рекомендуют не обрезать ногти ножницами, а использовать для этого пилки. Но если вы все-таки решили обрезать ножницами, то должны знать, что ножницы будут одним движением, то есть несколько раз не рекомендуется. Дальше нужно нанести на ногти, после того как вы их подпилили, средства для удаления кутикулы. Наносим их на саму кутикулу, ждем 3-5 минут, пока средство не растворится. Потом на роговевший слой и мягким тампоном или вакуум-диском смеваем, убираем это все. Затем при помощи апельсиновой палочки отодвигаем кожицу вокруг ногтя назад и откусываем за усенцами уже кожицу, которая у нас уже отошла. Потом обработать кутикулу необходимо специальным маслом, замедляющим рост кутикулы. Просто втереть в ногтевую пластину и дать подсохнуть. Если вы планируете покрыть ногтем лаком, то нужно их обязательно обезжирить, иначе лак держаться долго не будет и могут появиться непрессивые щеклуберки. Укрепление ногтей это одна, наверное, из самых важных тем на сегодняшний день. В наше время ногтевые пластины подвергаются очень сильным химическим воздействиям вредным, потому что мы стираем, готовим, и, естественно, все порошки и моющие средства – это вся химия, которая не очень благотворно влияет на наши ногтевые пластинки. Что же нужно делать? Ну, во-первых, рекомендуется использовать перчатки. Не всем это нравится, не всем это подходит, поэтому компания Риклим предложила, если вы не любите работать в перчатках, альтернативу – защитный крем для рук и ногтей «Нежный бархат». Вот такая вот серия, который помогает защитить кожу от негативного воздействия химических составов. Также всегда пользуйтесь увлажняющим кремом и после домашних дел, потому что ногти – это производные эпидермиса и нуждаются в питании. Выбирайте кремы с высоким содержанием витамины А и Е, лонолина, и обязательно делайте масляные маски для ногтей. В уходе за ногтями следует включить питательные маски и лечебные крема для кутикулы. Наносится питательное средство на ногтей и необходимыми круговыми движениями втирать его в кутикулу и ногтевую пластину. Вот такие вот у нас средства по уходу за ногтями есть в компании Риклим. Сейчас я вам буду перечислять. Ну, смотрите, 31032 – это предназначено для того, если вы хотите усилить рост ногтей, укрепите их буквально за 3 дня. Можно с помощью такого средства. Такой быстрый результат дает кальций, который содержится в составе. Средство можно наносить 2 раза в день, втирать до полного растворения микрогранул. Особенно рекомендуется для восстановления ногтевой пластины после наращивания ногтей. 31030 – это средство, которое поможет решить проблему, когда вас расслаиваются и ногти ломки. Здесь также содержится кальций, железо и протеин. Средство против расслаивания заполняет нейробности и разглаживает поверхность ногтя, уплотняя, предотвращая также еще и расслаивание. Одна из причин слабости ногтей – это недостаток увлажнения и питательных веществ. Поэтому используем масло 31033, которое восстанавливает ослабленные ногти, наполняет их жизненными силами. В состав входит масло с именом плюквы и еще эфирные масла, которые удерживают влагу и дарят ногтям здоровый вид. Важный шаг в идеальном кюре, как я уже говорила, – это уход за кутикулой, обработка кутикулой. У нас для этого есть средство 31035, которое помогает удалить органевшее слое вокруг ногтя, отшелушивает, обогащает питательными веществами, содержит красную водоросль и масло ЖЖАБА. Смягчить грубую кутикулу поможет средство 31031 с глицерином, гиалуроновой кислотой и маслом ШИ. Глубокое увлажнение, размягчение гарантировано, и после него кутикула очень хорошо отодвигается. Если вы часто пользуетесь яркими лаками, то пластина может потерять белизну и сияние. Для восстановления этого поможет гель 31036 с экстрактом лимоно, нейтрализующую железнодорожную, поддерживает здоровый цвет. 31029 – это многофункциональное средство, используйте как защиту под лаком. для предотвращения желтизны. То есть, когда вы используете лак, нанесли это средство, потом лак, и у вас ногти всегда будут блестеть, глянцевое покрытие будет после лака. И снимать лак нужно обязательно средством для снятия лака компания «Рефон» 31034. Почему? Потому что здесь ухаживающая формула без ацетона с маслом сладкого миндаля витаминной Е. Удаляет стойкий лак и улучшает состояние ногтевой пластины с каждым применением. А те средства, которые содержат ацетон, они все-таки разрушают пластины, потому что ацетон – это все-таки химия. Но и для того, чтобы наши ногти и волосы были крепкими, компания «Рефон» предлагает такой внутрикомплекс витаминов для ногтей и волос. Что они делают? Они обогащают организм витаминами и минералами, содержат пальцы, витамины А, железо и йод, которые необходимы как для волос, так и для укрепления ногтей. Придает, они восстанавливают ногтевую пластину, обеспечивают им полноценный рост и питание, что содержит антиоксиданты молодых зеленых яблок, увеличивают количество толщины волос, аминокислоты, укрепление ногтевых пластин, продление жизненного цикла волос, витамин С для лучшей усвоенности железа, чтобы савитамины у нас были взаимозаменяемы, и железо восстанавливает, то есть останавливает выпадение и стимулирует рост волос и ногтей. Дальше что? У нас в компании очень много лаков, для ногтей. Лаки у нас разнообразные, по цене, по составу, по цветам, можно выбрать любую, на любой вкус. Что особенного в лаках для ногтей компании Арифлэм? Конечно, его формула только с натуральными защитными компонентами. Ученые Арифлэм используют инновационные компоненты, это натуральная смола Эмили. Она прекрасно укрепляет ногти, делает покрытие стойкими, и лак не растрескивается. Ну и такой интересный факт. Бренды класса люкс используют только синтетические заменители смолы Эмили, а лаки стоят на порядок дороже. Вот я вам здесь такой слайд, с джордановским лаком, с джорданью волк. То есть, вот лаки такого уровня в других синтетических магазинах, компаниях, как такого аналога, стоят дороже, но по составу они немножко уступают нашим лакам. Также впервые в Арифлэм была использована интересная технология укрепления цветных пигментов в форме концентрированной микропудры, поэтому покрытие получается гладким, атласным, без пузырьков. В форму также добавлен кальций. Как известно, это один из основных элементов здоровых ногтей. Он питает ногтевые пластины, укрепляет, способствует увлажненности. Еще один компонент, самый, наверное, драгоценный, который у нас содержится в лаках, это топазовая пудра. Она же защищает ногти от повреждения и делает их более крепкими. Ну и в заключение хочется сказать, что лучшей половине человечества необходима красота. Женщине в нашем мире нужно так много. Прежде всего, чувствовать себя молодой, яркой и энергичной. Все, что нужно для поддержания всеготомницы, есть в компании Арифлэн. Пользуйтесь. Удачных Вам покупок. Пользуйтесь. Спасибо. Продолжение следует... ... Продолжение следует...